я нахожусь на горе внизу город и городская суета перед нами одна из вершин называется лысая гора здесь во времена советского союза тайна от милиции и от людей собирались верующие которые искренне верили в господа иисуса христа собирались чтобы прославлять великое имя его потому что закон за решал вообще-то согласно конституции советского союза пункт 52 разрешалось исповедание любой религии в советском союзе а внутренно они давили веру человеческую особенно христианскую давили уничтожали церква сажали верующих штрафовали были места где каждый месяц верующий человек должен был платить государству по 50 рублей штрафу за то что он верит в господа иисуса христа вот это место вот это место куда собирались верующие на это равнине и проводили служение вот дорога отсюда идет вот эта дорога снизу поднимается наверх да и со всех сторон вот где густой лес со всех сторон поднимались сюда это высоко приблизительно километр полтора нужно подниматься чтобы дойти до сюда но что интересно что здесь 1980 году было служение и мне удалось быть на этом служении пошел дождь и во время этого служения люди стояли здесь проповедник стоял вон там и все окружали его вот по этому периметру вот все буквально вот так окружали проповедника стояли все я стоял среди них и во время дождя было то что ни один верующий ни один верующий не двинулся с места ни у кого не было зонта не было защиты ни у детей ни у детей ни у женщин ни у братьев в возрасте ни у молодых ни у кого не было защиты но никто но никто не двинулся с места чтобы скрыться защищаться все внимательно внимали и проповедника и проповедника и проповедник продолжал слово закончил слово и потом после этого помолились и только тогда разошлись я хочу говорить что сегодня 2019 год апрель месяц сегодня 27 апреля я на горе и постоянно когда я поднимаюсь на эту гору вспоминается вот именно этот случай вот этот случай вы знаете для меня большая честь находиться среди таких людей которые вот так искренне веруя во христа и вот так отдали свою жизнь на служение христу но сегодня идет лжесвобода лжесвобода для всех людей и особенно для верующих сатана сделал все возможное чтобы верующим казалось что им все позволено что сегодня могут спокойно жить сегодня не должно быть никаких гонений когда сегодня какой-нибудь христианин получает какой-нибудь удар духовно-психологический то начинает возмущаться как это случилось почему такое должно быть в его жизни вообще я хочу спросить я хочу спросить вот вопрос от духа в дух от душе к душе вопрос такой сегодняшний верующий который углублен во всякое знание даже в библейское знание сегодняшний верующий молодой брат или молодая сестра могут ли стоять под дождем и так внимательно слушать слово божие и продолжить служение не убегать с места могут ли оставаться вот так могут жертвовать себя собою бог нуждается в каждом верующем и когда сегодня вот этот интернет телевидение радиовещание газеты журналы всякие дает дает определенные знания и согласно этому знанию людям кажется что вот жизнь так и должно быть вот вот так и должно быть вот эта жизнь но бог но бог нуждается в каждом человеке и бог нуждается чтобы человек оставался в библейском учении так же как это было тогда вы понимаете вот есть сегодня очень много духовных школ высших школ университет и институты они дают определенные знания но они губят веру веру человека они губят человек получает всего лишь знания но школа вот эта высшая школа никогда не дает познания познания человек получает когда общается с богом а с богом если человек общается он не может не встречать определенных преград определенных трудностей он не может не встречать и именно тогда от человека зависит оставаться ли на этом пути или не оставаться что хочет бог бог сегодня тоже хочет от людей то что хотел раньше он послал Иисуса Христа и образ Христа показала что в любой ситуации нужно оставаться на месте на чеку нужно оставаться на том месте куда Господь поставил тебя как служителя как человека верующего потому что тьма сгушается день за днем еще больше и больше вот этот мрак духовный по всему лицу земли распространяется и люди нуждаются во свете в духовном свете они очень нуждаются если бог хочет просвещать и освещать вот Господь сказал да будет свет и как это было это было через Христа а в твоей жизни а в твоей жизни моя дорогая сестра и мой дорогой брат в твоей жизни бог может говорить да будет свет когда бог сказал да будет свет написано 2 коринфянам 4 глава 6 стих когда бог приказал из тьмы воссеять свету он то есть бог озарил наши сердца в лице Иисуса Христа светом познаний славы своей сегодня божья слава познается через тебя и должно познаваться через тебя может ли бог сказать да будет свет в твоей жизни может ли через тебя вот разделить тьму от света и свет от тьмы может разделить есть ли граница между тобой между миром всем помнишь моя дорогая душа когда наш дорогой пророк Илия поднялся на гуру кормил когда он восстановил разрушенный жертвенник он вокруг жертвенника сделал ров глубокий ров и этот ров обозначало что жертвенник божий то есть твой жертвенник и мир сей имеют определенную границу и этот жертвенник не может никогда быть соучастником в мирских делах и мирское служение никогда не сможет быть соучастником служения божьего а потом он наполнил вот этот ров водою это слово божие потому что ров твой если не будет наполнен водою если слово не будет наполняться вокруг тебя и в тебе то ты не сможешь побеждать не сможешь это исключается только через слово иисус отвечал сатане через слово без слова мы не имеем никакой силы мы не можем получить никакого откровения если мы получаем сновидения введения пророчества если мы слушаем проповеди читаем книги писания мы читаем мы никогда не зная слово божие не можем никоим образом провести это через ситицу духа мы не сможем никогда анализировать правильно и правильно делать решение принимать это слово или не принимать отвергать или соглашаться если мы не окружены словом и только тогда он подошел и помолился и бог дал огонь в твоей жизни может ли бог так поступать ты окружаешь себя словом божьим ты отделяешь твой жертвенник от мира сего бог нуждается в тебе моя дорогая душа бог нуждается в тебе представь себе 120 летнего старика моисея представь себе он поднимается на гору иисус сказал когда все это начнется убегайте в горы почему в горы в горах есть величие есть нечто где бог прообраз бога гора прообраз бога где бог говорит что в последние дни в конце дней гора дома господня возвеличится над холмами то есть над горами возвеличится и потекут народы к дому к дому иакова чтобы научиться научиться путем божьим народы нуждаются бог хочет чтобы каждый служитель оставался верным и был верным в своем служении мы пришедшие на планету земля для того чтобы познать имя всемогущего господа бога который творил и сотворил небо и землю каждый из нас служитель в своем месте на своем месте и каждый из нас имеет свою миссию и если мы будем верны в этом малом то бог будет доверять нам больше я не знаю что за дар приготовил господь верным служителям когда он говорит войди в радость господина твоего царствуй на пятью городами или говорит войди в радость господина твоего царствуй над десятью городами я не знаю что это такое это очень многое может обозначаться но это что-то великое и как написано глаз не видел ухо не слышало и не пришло то на сердце человеку что бог приготовил любящим его а нам бог открыл открыл это духом своим святым ибо дух все проницает и глубине божией помоги нам дух святой помоги нам господь духом твоим святым разумеется все это и не ради этого а ради твоей любви приближаться к тебе и быть верным тебе во всякую духовную погоду во всякий сезон духовный это будет зима это будет лето это будет весна или это будет осень чтобы мы были верны господу сила господня не истошается и сила у тех которые верны господу не истошается как написано поднимут крылья как орлы пойдут и не утомятся потекут и не устанут слава господу надеюсь на силу на благодать и на милость господа бога всемогущего через господа нашего иисуса христа аминь благослови тебя господь мой брат благослови тебя господь моя сестра любящая сердца которые любят господа иисуса христа во имя христа аминь мир дому твоему аминь